ребята всем привет с вами александр вы на канале минер и сегодня мы играем в сэндбокс это вот у нас будут первые видео именно об игровом процессе а для чего это все надо вы смотрите в следующем видео итак наша метавселенная сэндбокс сегодня у нас открылось задание по моему как как это называется задание виллы deluxe да сегодня у нас открывалось задание и там нужно было третьим заданием найти мешон то есть в конце видео я покажу где найти мешон а сейчас я коротко пробегусь принципе о том как проходит здесь игровой процесс как мы выполняем задание там расскажу как найти там грибочки еще тоже смотрите видео ну и в целом как проходит игровой процесс для чего все мы это делаем для того чтобы заработать награду видеть тикетов то есть выполняя каждое задание мы вот прогрессируем ведь я уже там на дошел до третьего уровня но еще его не получил и в случае выполнения всеми нами задания в том числе вот контеста это задание которое нужно выполнить там обычно это сделайте скриншот на определенном уровне с определенным персонажем и выложите это в твитак то есть выполняя эти задания плюс задания которые есть ежедневно в игре на каждой карте мы увеличим свой шанс нам дают за это тикеты и тикет это лотерейный билет который дает нам возможность выиграть альфа вас выиграть если мы его выигрываем нам вот эти вот все награды выдаются видите 120 60 60 60 200 то есть и суммарно мы можем заработать вот это вот количество монет а эти монетки на минуточку это у нас монетка сэнд своя монетка крипто вселенной мета вселенной сэнд бокс если мы зайдем в coin market cap мы увидим что она сейчас стоит около трех баксов и в пике сколько она стоила в пике она стоила ну почти 7 долларов то есть не сильно она в общем то откатилась а начинала на со скольки но с доллара ну там с 50 центов начинала скакала до 8 ну сейчас находится в районе трех долларов ну вот как бы и посчитайте сколько суммарно доллар вы можете заработать в прошлом сезоне кто играл в первый сезон это идет еще у нас альфа это раздел альфа то есть игра еще не вышла на релиз в общем там в районе 5000 долларов ребята получили тот кому кому ну повезло получить альфа пас и там кому даже до 10 доллара могло доходить там еще и нефтишки вы получаете определенный который можно было продавать ну вот так вот ребята говорили я первый сезон конечно же пропустил ну и давайте тогда переходим ребята уже к игровому процессу это в общем то основной экран на котором мы выбираем то куда идем то есть по-простому это карта каждый квадратик это отдельный участок если мы туда наводим мы видим сколько у нас там было задание сколько мы выполнили если стоит зеленая галочка возле квадратика значит мы все задания там выполнили есть вот такой вот участок вот хайды новый луч например у меня ведь выполнили не все квесты и мне пишет что выполнен 10 из 11 там я не собрал один мухомор то есть мы туда дойдем чуть позже есть другой вот участок например nft institute там у меня выполнен два из трех квестов и как вы поняли то есть выполнить можно квесты в любой последовательности частями на разных картах в общем-то все это дело сохраняется и сейчас мы пойдем и его выполним до конца нажимаем ok переходим в саму игру так в этой локации нам нужно было как всегда собрать вот такие вот кристаллики вот я их собрал все потом было второе задание это сфотографироваться с несколькими но с одной из трех nft шаг из world of woman короче тоже первый раз узнал что это такое но в общем там почитал немножко быстро нашел потом вот у этого этот мужичок нам давал это задание про барышень по моему и вот одно задание которое здесь не выполнена все его собственно я прошел но задание забыл взять то есть нужно поговорить с этим чувачком и возможно в задании выполните сейчас сразу потому что он дает задание но пройти вот этот типа сложный путь вот по которому сейчас вот побежал человечек то есть это такое с полоса препятствий я ее прошел собственно говоря и собрал там все по идее нужно выполниться нет то есть она не засчиталась потому как бы ну давайте побежим бы выполнять ничего сложного здесь нет просто нужно аккуратненько это делать и нам подсвечивается как видите кубики от которых нужно отталкиваться потому здесь все довольно просто местами нужно делать shift кстати да я как зашел получается мне заново просит собрать все воксели все вот эти вот кубики хотя я реально их собрал ну вот нам нужно было именно вот этот кубик собрать и какие-то задания по паркуру уже выполнено ну дальше нам нужно побегать пособирать вот здесь есть вот эти вот уточки я их находил уже на нескольких локациях не знаю влияет ли они на что-то или нет но с ними никак вроде взаимодействовать нельзя но придется мне сейчас воксели заново пособирать ну заодно и вам и покажу тогда делать и вот барышни с которыми нужно сфотографироваться так и вот сейчас я собираю последний боксе боксель как видите их на уровне больше чем нам нужно собрать вот видите собрал все с нужно и тут еще их там ну прилично больше то есть собрать их не составляет никакой проблемы и вот задание которое нам нужно было выполнить это сфотографироваться на фоне вот этих вот и нефти шик но у я на самом деле вначале подумал что нужно сфоткаться вот с этим персонажем а потом оказывается что нужно все-таки фоткаться именно самой картинкой и делаем скриншот нож я так понимаю нужно что было виден вот этот ваш код верху потому делайте полнокадровый скриншот Вот так. Вот это одна NFT, с которой нам нужно было сфоткаться. Вот это вот вторая, ну точнее с одной из трех. И вот это вот третья. Ну именно вот картины, которые над ними висят. Не сами персонажи вроде как, но я сделаю и так и так. Ну вот видите, в окселе этих полно везде. Так, ну задание мы выполнили. Так, ну а теперь давайте будем двигаться дальше. Смотрите, внизу видите есть подписанные кнопочки. И N это NFT, ну это как бы то, что здесь есть. Там будет в некоторых случаях ваш инвентарь, буковка, и появляться в некоторых заданиях. А буковка O это наши options. Нажали O и можете наводить уже мышкой и, например, на settings нажать. То есть у меня выключена музыка, звуки игры там на минималочку. И здесь режим полноэкрана, неполноэкрана. Хотя у меня она в полный экран, но почему-то здесь пишет, что с рамочкой. А безрамочной точнее, все правильно. Так, и здесь же есть у нас такой пункт. Нажимаете O, map. Это то же самое, что вы видите на сайте. В принципе, можно не дожидаться. Вот, оно вас перебросит вот сюда. То есть если вы не хотите искать там порталку ближайшей, то вот просто бегите вот сюда. Так, теперь у меня есть там еще одно задание, которое я вот не выполнил до конца. Это вот, это жестяковое задание. Сейчас я вам покажу и расскажу, как не попасть в мою ситуацию, в которую попал сейчас я. Да, подтверждаем. Перемещение. Ну и ждем загрузки локации. Грузиться не так быстро, как хотелось бы. Хотя игра занимает там фигню, какую-то что-то типа 500 мегабайт или что-то такое на диске. Прогружается довольно долго. Ну, у меня стоит система вся на обычном SSD. Эта локация, как вы видите, называется Hidden Village. Здесь было самое серьезное задание, которое я выполнял. Здесь нужно было сражаться. Здесь довольно много было паркура. Такая многоярусная локация, как вы видите. Вот оно мне предлагает, видите, заново собирать. Это, конечно, плохо. Что предлагает мне заново собирать. Так, поскольку я локацию эту прошел, вообще-то, у меня здесь должен был быть открыт вот этот путь. Но он закрыт сейчас. Как видите, если вы все-таки не выполнили это задание, то вам придется выполнять его заново, к сожалению. Я все уже выполнил, весь этот паркур мне придется по факту сейчас заново делать, получается. Ну, блин, что поделаешь. Ладно. Давайте падаем в подземелье. И будем паркурить. В тот персонаж ввижу это NPC. Если вы упадете, он скажет, что я не могу выбраться. Со мной выбраться можно вот все тем же путем, в котором мы попали. Здесь довольно много чего. Вот нам тут предлагают вооружиться. Это мы сейчас, ребята, тоже с вами сделаем задание. Это, конечно, довольно, ну, длительное. Не так, как бы, сложно. А вот, смотрите, у нас появилась кнопка И. Это инвентарь. Нажимаем инвентарь. И, ну, и экипируемся по факту. Просто двойным кликом клацами, и оно у нас все перемещается, куда нам нужно все. Меч. Меч. Когда вы наводите на меч, то у вас выписывается его мощность. И можно увидеть, ну, будет, у кого-то будет плюс очки, у кого-то минус очки к силе. То есть оно будет указываться, найденный вам инвентарь лучше или меньше. И вот наша жизнь, она нам пригодится. Здесь даже придется постражаться. Но это единственное такое задание, которое у меня здесь было, где нам нужно было еще сражаться. Ну, в принципе, все довольно просто. Умирать мы здесь можем сколько угодно. Вот можно поставить блок. И можно его добивать. Есть такая штука. И есть у нас еще суперсильный удар. Видите, растет шкала, и мы там это все дело делаем. Итак. Вот человечек, который дает нам задание. И здесь еще и вот этот. Этот даст нам задание по сбору мухомора. Вот этот самый. И я что-то пока что не вижу. Подожди, кто мне даст задание по мухоморам? А, вот. Вот это он, наверное, да? Да, Mushrooms. Поднять мухомора. Вот это, короче, самая жесть, которая у меня получилась. Мухомор, помню, что у нас будет там вверху. Вот здесь вот. Это первый мухомор, ребята, запоминайте. Потому что это геморрой с этими мухоморами. Ну, на самом деле, в принципе, так даже лучше. Я уже карту эту хорошо знаю. Я знаю, что где здесь выполнить. Убиться вы здесь не можете. Потому как вы смело падаете. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Так. Вот мы собрали парочку кристаллов. Вот это наша точка интереса. Вот зарубили мы кого-то орка. По-моему, тут где-то наверху был кристалл. Мы, кстати, умеем лазить вот таким вот штукам. Это сразу запомните, потому что я до этого допер. Ой, как не сразу. Но придется вылазить наружу вот здесь. Ну, с шифтом, естественно, мы можем ускоряться и бегать. Ну, тут можно всем пораздавать. И, кстати, кристаллы нам восстанавливают жизнь, которую мы здесь находим. Так, если я не ошибаюсь, то вот где-то здесь будет у нас еще мухомор. Вот здесь, да, кстати, мухомор будет. Вот здесь мухоморчик. Так, в общем-то, вот там вот я поднялся. Вот по вот этой висюльке тоже поднялся. Перешел на вторую локацию. Здесь у нас, кстати, будет точка интереса. У нас вот там светится. Сейчас одна вот точка интереса. Мы ее собрали. Давайте сразу идем за мухомором. Это у нас будет третий мухомор. Вот, забрали третий мухомор. Собираем еще немножко кристалликов. Кстати, вот здесь вот у нас короткий проход. Вот коробки, видите, уже здесь появились. То есть я уже могу коротким путем сюда добраться. Так, а здесь у нас, кстати, алтарь, который нас исцеляет. Он нам сейчас понадобится. Потому что здесь у нас есть очень опасная штука. Так, я вот как-то так вот с подтяжка это все дело убивал. Так, убили, убежали, подхилялись. И побежали обратно. Ну, правда, я хилку первый раз я не знал, что здесь есть эта хилка. Она ведь укусила, она меня, она промазала. Ну, тут мы, она немножко глючит, ее можно так довольно быстро завалить. Вот, как видите, мне повезло. Она просто здесь померла, да и все. И теперь нам нужно лезть вот сюда наверх. Здесь у нас еще кристаллики и нам нужно падать вниз. Так, давайте сразу идем в инвентарь. Вот видите, она пишется, плюс 21 сила нам давалась. И, в общем-то, все, да, ничего другого у нас сейчас нет. Вот три мухомора у нас в инвентаре. Ну, в общем-то, и все. А, подожди, вот. Вот, я его не собрал, оказывается. Смотрите, вот, плюс 30 пауэр, видите, внизу он пишет, дает. Давайте его экипируем. И броня еще. А все остальное теперь он нам идет в минус. Окей. Так, теперь сразу показываю, вон, вон мухомор. Из-за которого у меня возникли проблемы, которые я не смог собрать вчера. Просто, когда я выполнил все остальные задания, и я вот, пришлось возвращаться вот сюда. Во-первых, там возвращаться пришлось по длинному пути. И когда ты падаешь вниз, это какая-то кислота, и ты умираешь. И тебе опять весь длинный путь, вот это подниматься вверх, нужно, чтобы попасть сюда. То есть сейчас нужно это задание выполнить вот прямо сейчас. Вот, смотрите, потому что здесь я сейчас умру, и я появлюсь именно здесь, вот. А тогда я появлялся фиг знает где. Ладно, я сейчас туда-то допрыгаю. Фу, ребята, наконец-то. Я, блин, стыдно сказать, сколько раз я здесь умер. Так, ну а теперь нам надо куда-то идти. Сейчас давайте посмотрим. Умрем и пойдем. Куда нам там идти надо? Так. Ага, вот как-то вот туда нам надо идти, да? Тут есть ребята в броне, их лучше нужно полностью зарядить удар. Так, я по ней попадаю, она по мне вроде не попадает. Ну, опять же. Смотрите, сколько у нее жизней. Кстати, у нас к концу уровня тоже будет в районе 300 жизней. У нас там будет еще такая неплохая мини-босс. Ой. Ой. Меня такие завалили. Ого! Я даже не знал, что я такой крутой паркурщик. Вон еще, видите, уточка одна. Не знаю, зачем эти уточки, можно ли как-то с ними что-то сделать. С этим. А это, кстати, хилка, да? Получается, вот этот тотем, это хилка. А куда дальше? Извините меня. А, вот, вниз. Дальше нам вниз. Так, здесь, кстати, мы сейчас лутаем опять, как видите, инвентарь. Заходим в буковку И и смотрим. Смотрите, плюс 36, плюс 16, плюс 40, плюс 16, плюс 56. И все. Остальное это нам в минус. Сколько жизни? 387 у нас. Так, нам сейчас нужно будет уничтожать яйца, голема, в общем-то, всех подряд нужно будет уничтожать. Так, я не знаю, давайте сейчас начнем с яиц. Так, где там у нас еще одно яйцо? Я тут всех сейчас раскидаю, они просто мне уже, как бы, не особо страшны. Все, то есть мы уничтожили яйца, то есть не нужно там со всеми бодаться, нужно сразу бежать, уничтожать, как бы, яйца. А вот этого мы уже убить никак не сможем. После задания он, типа, зависает как-то. Ладно, помчались дальше. И это уже, как бы, выход. Так, ага, это мухоморы, мухоморы. Так, нам нужно сейчас возвращаться к мухоморам. Так, ну вот, бежим обратно, блин, тем путем я мухомор последним вам не показал, где он там очень так неудобно запрятан. Блин, надеюсь, это опять я не сделал ту же глупость, что сделал первый раз, что нам придется возвращаться вот этими вот окольными путями. Ну, зато сейчас вы увидите, как я сюда поднимался. Вот где-то здесь этот мухомор, чертов. Вот там вот нужно скакать, по-моему, в какой-то он из этих ниш. Сейчас мы будем скакать долго и нудно. Так, вот, я вспомнил, вот, да, возле картины, там, где был паук, возле картины мы идем сюда, не нужно там нам никуда прыгать. И вот мы и сюда будем пробираться. Так, это ничего не хочу сказать. Очень подожрать. Лезем наверх. То есть, как бы, тут вообще без вопросов. Кристаллы, как видите, мы уже как-то сами собрали все. И вот последний наш мухомор. Все, слава яйцам. Слава яйцам. Телепортируемся. Ну, вроде как все. Все мы здесь с вами выполнили. А мне вот приходилось, я вот каждый раз, получается, воскресал вот здесь. И мне приходилось через верх опять забираться в пирамиду, потому что отсюда подняться на уровень выше мы никак не можем. Потому что мухомор находится у нас вон там. И туда подняться, ну, по крайней мере, я не вижу пути. И вот такая была жопа. Потому что мухоморы собирайте сразу, чтобы не приходилось вот так вот круги нарезать. Так, ребята, теперь мы попали в локацию Гонконгский порт, или как там она называется у нас. Побежали, побежали брать задание. Окей, нам нужно проскакать вот к этому мужику. То есть мое, блин, любимое задание. По паркуру. А, вот что. Все, допрыгнул. Просто там последняя медуза еще... Спасли. Так, дальше кто-то нам хочет дать задание. Что нужно? Мидзе встретиться с капитаном. Капитан у нас, по-моему, вот здесь находится. Так, вот таким вот нехитрым путем нужно сюда пробраться. По-моему, это какой-то бах. И вот капитан. Так, окей. Это задание мы выполнили. Теперь еще бы отсюда выйти как-то. А, нормально слышно. Можно было перепрыгнуть. Да, блин, вот эти люди, конечно, конкретно мешают. Так, теперь бежим, бежим, бежим вон куда-то туда. Кстати, к тому чуваку на трубе еще нам нужно будет подниматься. Ух ты, ёптель. Вообще капец, очень круто. Не знаю, что это было. Так, теперь нам нужно вот эту вот рикшу куда-то довести, но нельзя сталкиваться с людьми. По-моему, так было так, а что дальше? Дальше у нас, по-моему, какой-то глюк произошел. Короче, заглючил у меня, пришлось перезапустить. Не будем спешить. Так, нам нужно вот туда перетащить тачанку. Чтобы никого не зацепить. Все, отлично, задание выполнилось. Теперь бежим туда. У меня вот этот знак воскресания никак не хотел загораться. Ну, то есть, выходите, перезаходите. Начинайте все сначала, как говорится. Так, теперь нам нужно разнести письма. Так, туда письмо. Сюда письмо. Сколько? 10 писем, да? Ну, это, в общем-то, все просто. 10 точек. Так, вижу в этом здании еще что-то есть. Спрятался. 8, 9, и вот где-то тут на втором этаже что-то должно быть. Заданий у нас здесь, кстати, довольно много. Стоять, а почему я туда не могу пробраться? Может, эта лестница открыт? Да. Так, отлично, появился другой знак вопроса. Бежим туда. Загорелись плакаты. Так, теперь вот с этим такси. Вот, все. Нужно было остановить такси, и чтобы эта машина проехала. Все. То есть, ничего мудрить тут не надо. Кстати, какой-то QR-код появился. Может сделать как бы скриншотик, а вдруг пригодится. Так, следующий знак. Фидзе... Накормить репортера. Так, вот тут раздают еду. И вот куда-то туда мы несем. Ну, простые задания. Ага, то есть, его же накормить, да? И тут, в общем-то, загорается всякие картинки, всякая лабуда. После того, как мы выполняем. И нефтишечки открываются какие-то. Капитан, что там ты хочешь? А, пикап за руб. Так, здесь нужно быть внимательным. В том плане, что... У лодок есть углы, и они как бы как стены выступают. А, собственно говоря, назад можно не скакать. Можно назад вот так вот телепортануться. Так, идем дальше. Сколько-то уже... Почему-то как-то не высвечивается, сколько у нас еще осталось. Вернуть капитану. Капитан у нас, видите, там на втором этаже. Мы там уже, кстати, были. Это через... Через дымоход надо подняться. Так, поговорить с почтоматом. Все, мы выполнили все квесты. 0 киллс, 10 смертей, 7.33. Так, и, ребятки, в сегодняшнем свеженьком задании, где найти мешон в этой вилле. Короче, вот за домом есть вот такая вот конюшня, и там вот внизу есть дырка, в нее падаем. И вот, вуаля, стоит мешон с катаной. Делаете селфи, и потом выкладываете... Выкладываете вот здесь, но у нас сейчас почему-то не работает кнопка Participate. Она бросает вас не на Twitter, а бросает вас вот фиг знает куда. Если перейти даже в Twitter, у них пока что нету поста, но я не нахожу поста по поводу того, куда прикрепить этот скриншот. Что там надо ретвитнуть? Ну, может, они затупили, надо немножко подождать, кто его знает.